Приветствую вас снова ребята, с вами один из основоположников экстремального самоката России Geek Scooter Shop и сегодняшняя серия наших обучалок будет посвящена основе катания. Как правильно перелетать? Вот такие фигуры. Первонаперво мы должны уже уметь скатываться со стоящих для разгона напротив фигур, уметь увеличивать скорость накатом, ножками, нет толчками и чувствовать радиус. Эта тема заслуживает отдельного ролика, но буквально в двух словах. Для набора скорости, пока едем вниз, нужно вжиматься, сгибая ноги, увеличивая свой собственный вес. И тут же, ну не умею я в двух словах, Geek Scooter Shop образовательный, вводный курс механики. Расскажу вам про вектора, также в общих чертах. Представляя наше тело и его центр тяжести отдельной точкой в пространстве, то направление его передвижения это и есть вектор, линия со стрелочкой. Так как нам направить вектор с параллельно полу вдаль? Прыжком, думаете вы? А вот и нет. Чтобы перелететь через него, нужно лишь правильно направить скорость. Рассказываю о главных ошибках. Например, ничего не делать. Это работает только на биг эйрах, где разгонки в разы больше вылета. И вновь по законам физики, разгонка должна быть минимум в два раза больше вылета, не считая транзита между ними. Можно попытаться что-то сделать прыжком. Распрямление колен и движение рук вверх или к себе позволит там набрать только высоту, а не полет вдаль. Для того, чтобы перелететь, нужно повторить движение наката только в обратном порядке. Прижаться заранее и повторить коленями линию квотера, не выпрямляя их до конца и руками с самого начала четко указать, куда нужно лететь. Вот видите, как все выглядит просто, но как сложно сделать. И как одно цепляется за другое, базируясь на третьем. Тренера наших макат-школы образованные и смышленые ребята, которые знают ответ практически на любой вопрос. Так что хотите научиться кататься или поднатаскать школьную программу тебе к нам. А мы с вами увидимся совсем скоро, так что и соскучиться не успеете. Пока-пока!